И снова здравствуйте, дорогие мои юные друзья, а также их родители. Я надеюсь, вы вместе учите со мной английский. Вы, ваши родители, и я вам в помощь. Смотрите, сегодня я открываю второй класс, второй спотлайт, плейлист, озвученный мною, вот нашего спотлайта. Значит, из чего состоит весь комплекс, напомню вкратце. Вот ваш второй класс. Значит, это у вас children's book, это у вас workbook, маленький худенький такой тест-буклет, и сборник упражнений «Грамматический тренажер» с задачками, с проработкой хотя бы небольшой упражнений. В целом учебник, так, как вам так помягче сказать, набор картинок, набор картинок, иногда там попадаются даже буквы, и вот с этого всего никаких объяснений, ничего к тому, почему-то так читается, какие правила чтения, почему-то так пишется. Ну, в общем, беда типичная для спотлайта. Чтобы этого как-то избежать, я вам уже презентовала, вот наш первый был «Cursive for Kids, Phanetics for Everyone», такой «Spotlight Started Prep» – «Первый курс подготовки». Потом открыли мы, я уже открыла вам «Spotlight Starter», первый класс, весь первый класс записанный. И сейчас у вас будет «Spotlight второй». Здесь тоже вы видите 450 слов за год. Они накладываются на эти слова, которые были у нас в первом классе, примерно 520, и примерно 200 слов уже возьмёте с подготовительного курса. Таким образом, тысяча слов. Первый-второй класс даёт вашему ребёнку тысяча слов. Но тут другой вопрос, а возьмёт ли он их? И как сделать так, чтобы он их реально взял? Проблема в том, что даже старшеклассники не всегда обладают этим словарным запасом. Я их лично тестила. А два, а один, вот этот активный словарный запас, далеко не у всех 8-9-10-классников он есть. И возникает логический вопрос, а что вы делаете вообще в школе? А два проходятся реально месяца за два-три. Вот первое тысяча слов набирается, да, ну да ещё один, допустим, да. Но не 10 лет, ребята. Вы когда-нибудь попробовали, вот я сейчас к родителям обращаюсь, подсчитать, сколько вы денег за это всё время потратили? Вы купите детям квартиру за 11 лет в школу, которую вы тратите на репетитора. Вы им уже можете первый взнос на квартиру даже в Питере собрать. Чтобы ваш ребёнок действительно это всё усвоил, берите принцип первый – интенсивности. Второй – выбирайте хорошо преподавателя. Вот если уж вы готовы дополнительное занятие. Вот вам бесплатное дополнительное занятие, не просто дополнительно, а основные. Озвучен полностью весь, сейчас спотлайты кусочки выкладываю первые модули. Первый полностью выложила, второй будет первый и второй модуль, и остальные классы тоже первый и второй модуль, чтобы все классы успели догнать до ноября примерно. Сейчас у нас октябрь, да, может быть, ещё нас на карантин отправят, неизвестно, что будет. Поэтому каждый класс, я стремлюсь к тому, чтобы все детишки могли просто нажать кнопочку на YouTube и спокойно прописывать, прорабатывать, проговаривать им. Всё рожёвано, всё объяснено, плюс ещё много чего там дополнительное от меня рассказано. И всё это на базе моих вордбуков. Если хотите им воспользоваться, пожалуйста, ссылка в описании. Очень удобный формат, вот год работы, несколько, не побоюсь этого слова, наверное, тысяч часов. У меня ушло только буквальная уже проработка, набор, разработка, выбирание слов со всех 11 классов, да, и несколько лет подготовительных, можно так сказать. Вот, как в вордбуке организованы, если вы помните, если вы смотрели предыдущий обзор. Значит, с этой стороны у нас слова, которые входят в конкретный модуль, с этой стороны мы их прописываем вместе со мной. Там отдельные уроки, например, Spotlight Start Awards, открываете, и там все-все слова с первого класса. Самое интересное, даже если вы со старших классов, даже если вы просто взрослый, и вам надо прогнать лексику определённого уровня, просто спокойно открываете, берите и прописывайте, пожалуйста. Если вы просто прослушиваете, это ни о чём, это шуевший радио слухов, знаете. Вам надо прорабатывать, вам надо каждое новое слово, которое для вас новое, или которое вы давно забытое старое, вам его надо взять и проработать. То есть взять и уже использовать сразу в предложениях. Вы удивитесь, сколько можно всего создать, всего зная тысячу слов. Вся левая сторона, вот эта правая, да, это правая, исписана. Когда вы открываете видеоурок, да, вот на каждое слово я придумываю предложение, но всегда в рамках тех слов, которые вы уже знаете. Вот, например, мы прошли с вами Spotlight Starter, и сейчас начинаем второй. Только в этих словах, которые были в этом модуле, в предыдущих модулях, только эти слова я использую, чтобы составить предложение. Таким образом, там иногда в некоторые вкопления новых добавляют для особо любопытных, да, таким образом вы сразу закрепляете их. Ну и, конечно, на слух вы это всё слышите. Потому что вот моя самая большая проблема была, когда я сама учила английский, да, вообще просто по книжкам, мне в радиусе 100 километров буквально, в 100 километрах некому было подойти и спросить, почему это так читается. Сейчас у вас есть всё, у вас есть YouTube, у вас есть аудио, воткнули в уши, пошли слушайте, обрабатывайте, усадите своего ребёнка, его попу на стульчик, если уж на то пошло, посидите с ним первый час, первые 10 часов. С учётом того, что первый весь плейлист занимает 10 часов, второй плейлист, то есть первый класс Spotlight Starter примерно около 15 часов, соответственно, второй класс тоже будет там в районе 20-25 часов общего звучания. Получается, что вы реально, просто занимаясь час в день, ну каждый день, вы за месяц, за полтора пройдёте два класса школы. А теперь посчитайте. Либо вы два года проплачиваете очень малоэффективные курсы, независимо от того, насколько там талантливый преподаватель, какие хорошие курсы. Просто ребёнок не может за два часа в неделю удерживать все слова. Нужна интенсивность. И нужна вот этот вот метод тыка, когда вы ткнули пальцем и сказали, так, вот это все слова с этого юнита надо знать. Вот слушаем и запоминаем. Вот два основных принципа. Это удержание попы на стульчике вашего ребёнка и интенсивность. Вот и всё, в ответ секрет успеха. А то, что абсолютно реально, мы вот уже в шестом классе, мы уже сдавали бы два. Для тех, кто понимает, для тех, кто не понимает, объясню. Это уровень поступления в ВУЗы студентов и взрослых людей, которые уезжают за границу жить. Это очень высокий уровень. И это нормально. По моим расчётам, и это доказано моей практикой, к пятому, к шестому классу реально абсолютно пройти всю школу. Причём это даже не за пять лет, как бы показалось, а за пять зим. То есть лето обычно выпадает, почти полгода обычно выпадает. А если ещё летом интенсивно заниматься, результат будет ещё более интересным. Я это сделала тоже. Мы летом не бросали заниматься. Например, мы прошли восемь классов спотлайта с нуля за четыре, за пять месяцев. Ребёнок пошёл в девятый класс уже. И мы подогнали всю школу, весь английский, просто за лето повторили заниматься интенсивно. В другом случае мы новый язык немецкий, практически с нуля, мы уже прошли его не за шесть лет, как английский, и сдали B2, а мы его прошли уже за шесть месяцев. И у нас теперь уже B1, и готовимся тоже будем делать B2. То есть в разы ускоряется потом усвояемость и у ребёнка, и его возможность. И в разы, соответственно, экономите вы, как родители, деньги. Я ещё не знаю, как вас убеждать, просто у меня уже нет слов для выражения. Поэтому смотрим, записываем всё за мной, повторяем всё, что я говорю, проговариваем в голос, скачиваем с группы моей Глукая Кузера ВКонтакте. Это всё будет выложено, все эти вордбуки. И вперёд с песнями. Это был краткий обзор, я надеюсь, краткий. И очередной такой вот пинок под зад родителем. Да, всё, пока-пока.